В городе Лабуднанге продолжается прививочная кампания против гриппа. Этой осенью врачи планировали вакцинировать 10,5 тысяч горожан, включая 5 тысяч детей. Задача, казалось бы, довольно простой, если бы сами пациенты стремились оградить себя от вируса. Но, как показывает практика, большая доля людей не просто не верит в эффективность этой меры, но даже уверена в ее вреде. Развеять мифы и постараться призвать горожан к здравому смыслу – вот главная цель специалистов городской больницы. И окружного центра гигиены и эпидемиологии, которые всю эту неделю проводят встречи с родителями, школьников и дошколят. Накануне очередное такое родительское собрание состоялось в школе номер 8. Сегодня в зале родители тех детей, кто посещает детский сад «Волшебница» и школу номер 8. В общей сложности пришло не более 50 человек. Присутствие на собрании добровольно, это значит, что можно с уверенностью сказать, здоровье их детей им не безразлично. Вот только по тем или иным причинам от вакцины против гриппа они отказались. Согласно законодательству, родители действительно вправе это сделать. Но в этом случае могут быть приняты соответствующие меры. Имеют полное право отстранить ребенка от посещения в пик заболеваемости, когда заболеваемость более 50%. Не для того, чтобы мы такие злые и все плохие, и не хотим навредить ребенку или потрепать вам нервы. А для того, чтобы оградить его от возможности заболеть гриппом, который переносится достаточно тяжело. Рассуждали много и о том, к чему может привести осложнение после гриппа и насколько скоротечно протекает болезнь. Вирус гриппа H1N1 он постоянно мутирует и в любых своих видах, модификациях он приводит к развитию, во-первых, к резкому подъему заболеваемости, риски у нас пики, сразу массовость большая заболевших и тяжелые формы, которые приводят у нас к тяжелым осложнениям. Это пневмония, вплоть до отека легкого и отека мозга. В свою очередь родители также выражали пожелания, чтобы более качественно проводился медицинский осмотр детей перед вакцинацией и чтобы в листах на согласие или отказ указывалось на именование вакцины. Это бы позволило изучить аннотацию к препарату. На сегодняшний день в Ламутнангах вакцину против гриппа получили 70% от запланированного числа. У нас положение по прививкам лучше, чем в прошлом году. Из 720 учащихся уже более 500 прививки поставили. Есть дети, которые на сегодняшний день болеют, но после этого периода вернутся в школу и поставят прививки. Медики и специалисты Роспотребнадзора прогнозируют подъем заболеваемости в середине декабря. Это значит, что у тех, кто еще не получил защитную вакцину, остается совсем немного времени. Ведь для выработки иммунитета необходимо от двух недель до одного месяца. Продолжение следует...